Данное видео является учебным пособием. Не содержится насилие и всё такое. Все трюки профессионалами. Ролик написано, был снят давно. Однажды спецотряд супер-мегаэлитных войск, как обычно, вышел на боевое задание. В дисклеймере было написано. До всего. Ничего не предвещало беды. Парни были хорошо обучены и имели за плечами не один опыт проведения подобных спецопераций. В общем, они были профессионалами, с большим опытом и крепкими аналами. Но внезапно они набрели на диверсионно-разведывательную группу коварных юсеков, которых хлебом не корми, дай нормальных парней испортить. Началась нехилая заварушка. Наши ребята дали достойный отпор проклятым юсекам. Однако, в этот день, кровь натуралов все-таки пролилась. Один из солдат получил ранение в ногу и сломал палец. Я сказал, сломал палец. Тогда на помощь и пришла она. Тактическая медицина. Из этого ролика вы узнаете о том, что такое тактическая медицина, и получите практические знания о том, как оказать помощь себе и своему боевому товарищу. Говорят, что Великую Отечественную войну выиграли раненые, ибо 74% раненых возвращались обратно в строй. Своевременное, а самое главное, правильное оказание первой помощи является ключевым фактором. Смотри, какой шеврон. Диванные войска. В вопросе, вернется ли данный солдат домой. А неграмотность или банальное незнание основ тактической медицины закономерно приводит к неоправданным боевым потерям. Для чего мы сделали данный ролик? Дело в том, что этой важной практической информацией обучают далеко не всех военнослужащих. А некоторым контрактникам приходится за свой счет прокатить специальные курсы по полевой медицине. Мы же постараемся дать вам хоть какие-то начальные... Я, в принципе, считаю, не только в военизированных структурах, хотя там само собой разумеется, а, в принципе, на любом предприятии, особенно там где-нибудь в заводе, где, в принципе, могут быть какие-то травы, мне кажется, там же есть как охрана труда, и как раз к самым первым делам должны проводиться какие-то курсы оказания первой помощи людям. То есть, как, да, хотя бы базово, как реанимационные мероприятия проводить, как остановить кровь, там есть, допустим, оторвал кусочек конечностей, например, как это, что сохранить, куда, что, как остановить кровь, например, это же очень важно. Я просто принимал экзамены по этому, и в основном, конечно, формальность, и, блядь, никто вообще не знает. Не знает, просто если бы натыкали... Просто если бы в реальной ситуации... Ты развод приводишь его на этого Максима, который там подкачиваешь его... Максим – это, если что, тренажёр, которым нужно делать искусственное дыхание, пластиковое такое торство, что тут надули, напырдули, да. Потому что реально, и причём это нужно делать постоянно, на регулярной основе, чтобы, знаешь, вбилось на подкорку, как таблицу умножения. Ты поскольку начинаешь через год спрашивать его опять, он приходит на экзамен, ничего не знаешь. Конечно, потому что, чтобы человек, знаешь, что вбилось на подкорку, чтобы в экстренной ситуации хотя бы какого-то процента людей, может, сработали вот эти вот знания, и он что-то пошёл делать. Конечно, потому что он будет в ступоре стоять. А как они будут отлаживаться, если ты не используешь? Постоянно нужно делать по этому экзамены, каждый месяц распроводить. Я уже сам забыл, сколько там пихать сердце, сколько дышать, я уже сам забыл, понимаешь? Хотя поэтому экзамены принимал, я прям изучал это пиздец. 16-2 по новым рекомендациям. Знания, которые в случае возникновения критических ситуаций помогут сохранить здоровье и, возможно, даже жизнь вам и вашим близким. Этот ролик будет полезен не только военнослужащим, потому что каждый день сотни людей попадают в ДТП, получают какие-то производственные травмы и так далее. То есть те основы, которые мы вам расскажем, применимые в гражданской жизни. Но для начала немного пробежимся по терминологии. Первая помощь – это комплекс мероприятий, направленных на временное устранение причин угрожающих жизни раненого и предупреждение развития тяжелых осложнений. То есть, находясь в бою, наша главная задача – не вылечить подбитого товарища, а минимизировать вероятность возникновения критического состояния здоровья. То есть, чтобы не умер сейчас и не стал инвалидом позже. Сам процесс оказания первой помощи… Мало того, еще нужно хорошую транспортировку правильную оказать, потому что еще при неправильной транспортировке можно дополнительные травмы нанести, и потом еще очень сильно ухудшить состояние. Это действие под огнем противника, это действие на поле боя и эвакуации. Этап первый – красная зона или же зона огневого контакта. Представляет собой область непосредственного боевого столкновения. То есть, то, что вы можете сделать, находясь под плотным обстрелом юсековских маслин. Действие под огнем противника – это тогда, когда у нас пострадавший получил ранение, и по нему еще могут попасть. Наша задача – его отбить. То есть, подавить его своим стрелковым оружием, ослепить противника, задымить, и начать его вытаскивать оттуда. Единственная операция, которая выполняется в этой зоне… Я думаю, смотри, вот они кидают обычно, да, дымовую шашку сюда. Как раз таки видно, куда стреляют, прям туда, в центр дыма. Ну, она же, наверное, быстро надымит, и поэтому будет не видно. Как маячок, знаете, понятно, куда. Нет, там же не будет центра, она будет, видимо, распространяться на большую область. Нет, ну ты видел, куда стрельнул, да, и примерно в той области. Ну, как ты видишь, куда ты стрельнул? Если прям эту область смотреть, если много противников, то ты же будешь там туда-сюда смотреть. Это наложение кровоостанавливающего жгута, потому что пока мы его эвакуируем, из него уже кровь может в себя вытечь. Обеспечиваем безопасность. Сначала свою, потом пострадавшего. Когда мы его вытащим, эвакуируем сюда, уже в желтую зону. Здесь уже будет действовать алгоритм марч и пауз. А сейчас его надо спасать. Второй этап – желтая зона или зона относительной безопасности. Условно представляет собой область, изолированную от прямого огня противника. К примеру, когда и вы, и раненый находитесь в каком-то укрытии, вероятность получения новых ранений сильно снижается, а возможности для оказания первой помощи значительно повышаются. На данном этапе у нас и начинают работать специальные алгоритмы оказания помощи. Или свод определенных правил, содержащий в себе четкую последовательность действий. Сами по себе алгоритмы бывают разные, но принцип действия плюс-минус везде одинаковый. И в качестве примера мы разберем наиболее популярные алгоритмы марч и пауз. После того, как мы вытащили нашего раненого бойца из красной зоны, он оказывается в относительно безопасной – желтой. Здесь мы обеспечиваем безопасность по кругу при помощи своего стрелкового оружия, но тактическая ситуация может измениться в любой момент. К этому нужно быть готовым. Оружие пострадавшего уже на предохранителе, радиостанция выключена, и самое время уже надеть перчатки для санитара группы. Это в первую очередь его личная безопасность, а во-вторых, меньше грязи занесу в рану. Здесь, в желтой зоне, и делается вот этот самый алгоритм марч-пауз. Сейчас о нем поподробнее. Все, что вам нужно знать, это то, что марч и пауз – это аббревиатуры. Расшифровываются они вот таким вот образом. И, скорее всего, вы нифига не поняли. Поэтому… Получается массивная, видимо, кровопотеря. Дальше проверить дыхательные пути, потом функция дыхания, циркуляцию, видимо, крови, наверное, имеется в виду, и последние травмы головы, либо гипотермия, получается, повышение… А, это, снижение температуры, типа холодный человек похолодел, либо нет. То есть, потерял кровь много? Ну, видимо, да, вот эти вот по очереди. А потом дальше это болевой контроль получается, да? То есть, смотрите, да, если ты смотришь, что, видимо, обезболивание, потом антибиотики, потом раны, а вот в конце я не поняла, наверное, может, бинтование или что имеется в виду? У каждого отдельный пункт мы будем разбирать подробно. У каждого бойца в подразделении есть аптечка «Сама» и взаимопомощь. Помощь оказывается средствами пострадавшего. То есть, я свои не использую. Я беру у него, отстегиваю аптечку «Самые взаимопомощи», и там есть все, что нужно для алгоритма. Марч предназначен для спасения жизни раненого. Выполняя данный алгоритм, мы устраняем две самые распространенные причины смерти солдат. А это массивные кровопотери и пневмоторакс, обструкция дыхательных путей и прочие нарушения дыхания. Алгоритм ПАВС предназначен для улучшения текущего состояния раненого. То есть, сначала мы пострадавшего спасаем, а потом применяем меры, которые помогут ему не отъехать к праотцам до начала эвакуации. И да, про всякие капиллярные и венозные кровотечения вам расскажут на уроках ОБЖ. Мы же затронем только серьезные травмы, которые за считанные минуты могут превратить трехсотого в двухсотого. Почему? Да потому что в боевых условиях у вас просто нет времени определять типы кровотечения. Потому что дело может происходить ночью или просто под одеждой пострадавшего ничего не видно. Мы видим лужу крови и по умолчанию готовимся к худшему, то есть к артериальному кровотечению. И сразу же накладываем жгут. И даже какой-то там цвет крови нам никакой информации не даст. Потому что в методичках нам показывают голую и чистую часть тела. А в жизни кровь, грязь, трава, все это вперемешку. Да и особого времени что-то там разглядывать у вас просто нет. Первая буква М в алгоритме марч это массив блединг, то есть массивное кровотечение. Мне нужно его остановить, либо перепроверить, как лежит турникет. У нас в аптечках должны быть ножницы у всех. Специальные атравматические. Вот такого формата. Делается это для того, чтобы я мог с пострадавшего одежду срезать, не снимая. Вот видите, да, ранение у него здесь. Вот повреждена артерия и возможно кровь идет. Сейчас проверяю. Так, расслабляю. Да, видите, сразу у нас начало кровоточить. Моя задача затянуть обратно. Вы специально щетку муляжик сделали. Затягиваю. У турникета есть правило наложения. Турникет накладывается выше раны, выше раны. Потому что кровь идет от сердца, идет вот здесь через брюшную аорту, раздваивается, идет в бедренную артерию. Если помощь не будет оказана в течение первых двух-трех минут, скорее всего, наш пострадавший истечет кровью. Массивные кровотечения останавливаются некоторыми специальными средствами. Вот вы наблюдаете, вот турникет. Турникеты бывают вот черный, кат и оранжевый. Сейчас многие из вас могут возразить, а где же жгут эсмарха? Дело в том, что это достаточно устаревшее и просто неудобное средство. Так как, по сути, это обычная одноразовая резинка, которая легко рвется. Такими жгутами, у меня такое ощущение, как будто в поликлиниках похожую кровь берут из вены. В поликлиниках везде. Да, приходишь такой, частный центр какой-нибудь... Ну, такой, нет, частный центр все-таки в основном нормальный. Это если частный центр, такой полу-государственный, частный. Тоже приходишь, а там вот это, знаешь, такая резиновая, вот эта оранжевая подушка. И вот этот вот резиновый жгут, как будто еще, знаешь, от клизмы такой. Оранжевый, эти анаманты, ты такой смотришь, это все, типа, серьезно. У нас на предприятии были вот такие жгуты. Они такие были. Ты вообще новые даже покупаешь, они все такие. То есть нету там каких-то современных... Наверное, потому что, во-первых, они самые дешевые, во-вторых, наверное, потому что у них закуп-тендеры у вашего предприятия есть, потому что они самые дешевые или потому что свои, у кого надо закупать. Теряет свои свойства под воздействием природных условий. Плюс, если на него попадет вода, грязь или кровь, то он станет очень скользким, а значит завязать его будет большой проблемой. Поэтому мы рекомендуем иметь в своей аптечке более современные турникеты КАД, которые, во-первых, можно использовать несколько раз, а это важно, потому что если конечность перетянута больше двух часов, то ее клетки умирают, а саму конечность просто ампутируют. Чтобы такого не было, турникеты немного ослабляют, а затем затягивают обратно. Сожгут он уже сложнее, так как его надо перевязывать выше, и причем не через два часа, а уже через час, так как он тоньше. Также он пережимает нервные столбы, и пострадавшему банально больнее. И скорее всего, перетягивать нужно будет новым жгутом, потому что этот уже растянут, и вероятно, он просто порвется. Во-вторых, турникеты банально проще и быстрее затягиваются, а время при остановке массивных кровотечений это очень важно, так как на то, чтобы их остановить, у нас, в зависимости от конечностей, есть всего 3-5 минут. Накладывать турникет обязательно нужно не снаружи, а изнутри конечности, иначе он просто не пережмет артерию. Чтобы снизить кровопотерю до наложения турникета, можно использовать так называемое пальцевое прижатие. То есть мы пережимаем артерию своим кулаком или кулаком пострадавшего. Если у нас ранение в смежной области, в паху, или в подмышке, или в шее, где сложно наложить турникет, это не конечность, или даже вот где-то в брюхе, мы можем использовать гемостатическую салфетку. То есть мы ее берем и тампонируем травму. То есть берем вот так и начинаем пропихивать туда внутрь. И держать, да еще как-то... А что она из себя представляет в рабочем виде? Так, оторвал. Пока держу, рассказываю. Что она из себя представляет? Если кратко, она превращает кровь в некое подобие холодца. И она уже не вытекает. Я подержал, подавил, и турникет могу уже снять. Почему это так важно? Если турникет не снимать в течение двух часов и более, то уже очень велик шанс потерять конечность. Потому что не кровь. Потому что, представьте, кровь идет у нас, забирает всю грязь из клеток, уносит в почки. А если этого не происходит, эта грязь копится, значит, у нас в конечности. И все, и потом приходится ее только... Да, в смысле грязь копится. С кровью... Кровь переносит кислород. Как минимум тебе кислород не поступает к клеткам. Клетки в принципе отмирают. Без всякой грязи и без... В смысле бактерий. Там, может, даже и бактериальное инфицирование как бы не случилось. Возможно. Возможно. Может быть, конечно, и случилось, конечно, в таких-то условиях. Ну, значит, ты об этом, в первую очередь, не думаешь. Бактериальное инфицирование будешь потом уже бороться. Да, да. Сначала именно как бы нужны с кровотечением, а во втором уже случай спасти, постараться конечность получается. А уже потом, впоследствии, уже в стационаре борются уже конкретно с инфекционным загрязнением каким-то. ...черкать, чтобы избежать заражения крови. Еще для остановки кровотечения в смежных областях есть такая вещь, называется жгут-полимер. Это аналог сват, такого широкого жгута. Он менее травматичен, не так сильно больно. Можно на ленту для фитнеса. Когда у нас рисунок распрямляется, значит, я правильно натяну. То есть, я могу вот так вот взять прямо, чик, ногу приподнять, приподнять у пострадавшего. И прямо вот таким образом затягивать ранение. Жгут большой, растягиваю и накладываю. Вот таким вот образом. Очень удобная вещь, конечно. Ну, на предприятии вообще как-то такого нет. Или какое-нибудь подобное место. Также есть старые средства. Наверняка вы видели штатные жгуты эсмарха. Нет уже? Но есть уже современные версии. Это вот жгут-мармелад и жгут-гипоглос. Они уже гораздо прочнее, не то что старые. Столетней давности жгуты эсмарха. Так что вот, можно использовать это. Также можно воспользоваться бандажом. Они бывают с одной, с двумя подушками. Ну, две это, если сквозная рана. Также мы накладываем подушечкой на рану. И при помощи специального давящего элемента создаем дополнительное давление на травму. И после этого тоже уже можно попробовать снять жгут. После того, как мы осуществили гемостаз, очень важно это все дело зафиксировать. Пишется прямо на турникете. Я только хотела спросить, где записочка, подложить время наложения. Сначала она зафиксирует, потом она подложится. Не, ну понятно, понятно, понятно. Видите, написано время. Потому что это очень важно, чтобы сохранить конечность. Еще пишется прямо на лбу. Чтобы на сортировке, когда санитар будет ходить, у него будет несколько раненых, он мог взять, глядя на лицо, не искать там, где у него там турникет. Он же не знает, что у пострадавшего. Посмотрел на лицо, видит время на лбу. Значит, ага, где-то у него конечность перекрытая. Еще есть карточка пострадавшего. Даже был маркер, где мы тоже фиксируем у нас. Наложенный жгут, время там и так далее. Все свои манипуляции мы отображаем на карточке пострадавшего. Это нужно для того, чтобы, когда мы пострадавшего передадим в пункт сбора раненых, санитар взял и увидел, так, ага, такая-такая травма, сделано то-то. Все понятно. Это облегчит санитару работу, а пострадавшему спасет жизнь. Следующий пункт в алгоритме марч А – это аэрвейс. То есть дыхание, дыхательные пути. Вот мы сначала сосредоточились на крови, потому что если у нас артерии повреждены, то у нас до 5 минут, чтобы оперативно что-то предпринять. Далее, это очень важно – дыхание. Потому что основная доля военнослужащих на поле боя погибает именно из-за крови, точнее, из-за потери крови и из-за нарушения дыхания. Вот это только две причины, на которые все практически завязано. Наша задача – проверить, дышит у нас или не дышит. Но так как он у меня в сознании, значит, он дышит. А если он без сознания, то, возможно, у него запал язык, или он заблевался, или еще что-то, ему мешает что-то дышать. Если он еще и не дышит, и прошло больше 5 минут, начинаются в мозге необратимые разрушения. Даже если его вдруг после этого времени откачают, скорее всего, этот человек останется овощем. Перед тем, как переступать проверки дыхательных путей, надо экипировку снять. Растегиваем, значит, все, что у нас есть, чтобы ему дышалось, он же пострадавший. Быстро разброс бронежилета производим, значит. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Все. Так как он у меня в сознании, значит, он дышит. Если он мычит, скрипит, кряхтит, все нормально. Теперь мне нужно обеспечить проходимость дыхательных путей. Как обеспечивается проходимость дыхательных путей? Беру вот таким образом, значит, на надбровную впадину, за челюсть, оп, таким образом, чтобы челюсть его смотрела под прямым углом к земле. Растегиваю, значит, грудь. По правилу 3П, то есть, почувствую, посмотри, послушай, либо ВСО, вижу, слышу, ощущаю, оцениваю состояние его дыхания. Не нажимая на пострадавшего, ничем, придерживая только за голову, ухом прямо проверяю дыхание. Почему ухом? Потому что ухом я его почувствую. Вы заметили, что я пульс не проверяю, а проверяю сразу дыхание. Потому что я буду весь напуган, и я даже у стенки могу пульс почувствовать, потому что будет мой пульс. А если человек дышит, значит, сердце бьется. Все нормально. Но! Если он дышит меньше, чем 3 раза за 10 секунд, то есть, резко вдыхает и медленно выдыхает, это говорит о том, что у него агональное дыхание. Это значит, сердце уже не бьется, а диафрагма еще что-то пытается сделать. Это важно. Оценил дыхание. Если его дыхание в норме, все хорошо. А если он в сознании, вообще отлично. Но если он без сознания, нам нужно будет его переворачивать в устойчивое положение. Об этом чуть позже. Следующая буква в алгоритме MARCH-R-Raspiration. Мы должны обеспечить дыхание пострадавшего. После того, как мы дыхательные пути открыли, мы можем задействовать назофарингеальный воздуховод. Вот такой. Он идет сразу со смазкой. Смазываем. Подбираем толщину с мизинец пострадавшего. Я представляю, как без навыков устанавливать воздуховод. Блин, жесть. Прокручиваем. Навыки показывают. Девушка, так понятно. Она оказывается здесь, за гортанью. Слушай, чтобы это сделать нормально и корректно, тебе нужно к минимуму манекен и потренироваться еще несколько раз желательно. Потому что, ну, блин, ты... Конечно, ты сейчас посмотришь, видосы забудешь. Естественно. Нет, когда ставят все всякие катетеры и воздуховоды, это, в принципе, нужно тренироваться. Я скажу больше. Слушай, мы вообще ни разу не ставили катетер за все время обучения. У нас даже не было манекена на катетерах, прикинь. Вообще ничего не было. У нас какой-то, я помню, был манекен, единственный дорогущий, который бэушный, который списали из Германии. И там мы показывали, как чудо чудесное. Мы просто пришли, мы сказали, вы даже не трогайте, иначе мы его поломаем. Потому что он там как-то... Ты включаешь разные протоколы, допустим, а на филактический шок, то у человека начинается асфиксия. Ну как, и там, получается, лежал манекен, и у него прям начинал реально распухать язык внутри. И, получается, началось вот такое... В динамике слышно было, как он там дышит, получается, хрипло, и тебе нужно было там его как бы спасать. Но нам даже не сказали... Посмотрите, но не трогайте. Да, потому что сказали, что не дай бог, вы поломаете, вам конец, понимаешь? Это уже не помеха. Медицинский универ. На этом функция, короче, заканчивается. Нормально. Далее. Мы можем использовать переворот в устойчивой положении. Нет, слушай, ну понятно, когда ты, естественно, там, допустим, работал бы на скорой, или там... Ну пришлось бы уже. Да, практикуешь, то, естественно, ты там научишься, или там это медицинская практика, которая более-менее... По факту на человеке. Да, да, по факту на человеке. У нас была практика сестринская, там, где нужно было нам ставить капельницы, уколы. Я сделала капельницу буквально вот именно, чтобы колоть вену найти один раз, потому что все пациенты, естественно, на нас смотрели и сказали, мы не дадим, потому что они вот, посмотрите на их лица, там, если ты такой стоишь, пришибленный, понимаешь? А, естественно, тебе, из врачей тоже никто не хочет проблем. Ну, зависит, конечно, от отделения, в которое попадешь. Они говорят, не надо, просто подносите уже готовым там конюлем подключайте, типа, и все, понимаешь? Ну вот коротко об этом. А тут, чтобы вот такие навыки, на самом деле, приобрести, то нужно несколько раз очень хорошо потренироваться, причем как бы на муляжах, естественно, потому что на живых людях как бы не очень. Он нужен нам для того, чтобы язык находился впереди, справа. Если человек у нас начнет блевать, булькать, рвотные массы, чтобы вытекали из него. Как это делается? Ближнюю руку мы, значит, отогнули сюда, эту руку в замок, чтобы она у нас не выскользнула, аккуратненько к тыльной, тыльной стороной руки к щеке, и беру здоровую конечность, не отрывая пятки от земли, перехватываю и на себя. После этого достаю, значит, я свою руку. Голова получается вперед-вниз. Ногу поправляю. И обратите внимание, я перевернул на пострадавшую конечность. Это нужно для того, чтобы создать дополнительное давление и меньше тревожить пострадавшую конечность. Теперь мы вернемся к respiration и будем проверять легкие пострадавшего. Легкие – это самый большой орган в грудной клетке, соответственно, процент попаданий будет в него больше. А если в него попадает, мы получаем такое состояние пострадавшего, как пневмоторакс. Вот у нас на примере входное пулевое отверстие. Это говорит о чем? То, что воздух будет попадать в грудную клетку, в плевральную область. Наша легкая не будет надуваться через рот, а будет надуваться отсюда. И вот будет, значит, давить, давить, давить на легкое-легкое бедное буску кожеваться, органы сдвигаться, и это смертельно опасно. Как я уже говорил, военные погибают из-за нарушения дыхания и кровотечений. Именно этим мы и занимаемся. Что делать в такой ситуации? Можно пока даже поначалу рукой заткнуть. Можно использовать старые штатные средства. Это ИПП или ППИ с непродуваемой оболочкой. И она такая клейкая. Разрываю, леплю повязка. Также есть вот такие оккульзионные пластыри, типа вот фокс-сил у меня есть. Как он делается? Это еще быстрее, чем ИПП. Просто взял, налепил, залепил, и все. Дальше повязочка. Но их в комплекте идет две. Не просто так. Потому что легкий же воздушный, мягкий орган такой. Через него пуля пролетит и не заметит. Поэтому я просто обязан проверить еще наличие выходного отверстия. Переворачиваю, смотрю, ищу отверстия, кровь. Все у меня в порядке в данном случае. Значит, у меня только с этой стороны. Так же еще по путина все время не забываю проверять сознание у меня или без сознания человек. Если он у меня без сознания, напоминаю, переворот в устойчивое положение. Идем дальше. Си в алгоритме марч обозначает циркулейшн, то есть кровообращение. На этом пункте мы должны обратить внимание на то, что нам нужно восполнить кровопотери пострадавшего, если это нужно. Если он в сознании более-менее хорошо себя чувствует, это можно сделать питьем. если он у нас в плохом состоянии, пить он не может, дыхание нарушено у него и так далее, мы применяем специальные растворы и кровезаменители. Для введения мы используем либо обычные из аптеки инъекторы, но это плохо, потому что там игла, а мы пострадавшего постоянно ворочим, транспортируем, она может там берегить и плохо делать. Либо специальные тактические наборы с катетерами, перчатками, пластырями. Здесь уже все продумано, все сразу есть. Но нужно обратить ваше внимание на то, что просто вот так взять и залить кровь нельзя. Это делает специально обычный человек, фельдшер, санинструктор, который знает то, что нужно делать и знает дозировку. Есть определенный федеральный закон, который ограничивает наши действия с раненым. И если он, например, против, если это гражданский, мы не можем его взять и вколоть. За это мы понесем ответственность. Обращаю внимание на группы крови и пакеты. Они крепятся вот следующим образом к санитару либо к пострадавшему, прямо под него укладываются. Чик. Беру, значит, я капельницу, расчехляю. Эта часть идет в пакет. Чик. Это у нас идет в вену. Но, повторяю, это делает специально обученный человек, который знает, что и куда надо колоть. На этом мы сильно заострять внимания не будем. Переходим к следующему пункту. Аж в алгоритме. Представляю, как ты будешь вену эту искать. Еще, знаешь, когда она из-за вот этого шокового состояния, они же там еще могут плохо прощупываться. И будешь такой, где, где, куда, чего? Ну, да. То есть, опять-таки, знаешь, тут в принципе, чтобы оказать даже вот до вливания крови, кровезаменителей, там, физраствора, до этого нужны эти навыки. Их тоже нужно приобрести, потренировавшись. То есть, ты того, что посмотрел этот видосик, ну, как бы особо как бы не поможешь. Ну, то есть, как бы как правильно жгут накладывать, возможно, да? Ну, допустим, там, интубировать, поставить этот зон, например, да? Нет, не сможешь, скорее всего, потому что, скорее всего, промахнешься или какую-то херню сделаешь, например. То есть, это нужно тренироваться. Это нужно обучение? Конечно. Марч обозначает head, head and joys, то есть, травмы головы. Я их проверил. Не, ну, конечно, с одной стороны, хорошо, хоть если ты хоть что-то сделаешь, и не просто там будешь стоять глазками хлопать. Ну, с другой стороны, тут нужно как бы нормально обучаться этому. Все, включая челюсти и дыхательные пути, все проверил. И гипотермия. Это нужно для чего? У нас пострадавший, как только получает травму, начинает терять кровь, его температура тела падает. Ему плохо. Вы, наверное, замечали? Люди сразу от холода, точнее, от страха начинают и от кровопотери. Вот боятся, бледнеть. Так вот, наша задача, чтобы он у нас не замерз, пока мы тут пытаемся ему что-то сделать. Для этого вот подложили для него, точнее, под него пенку, мокрую одежду сняли, сухую надели, если есть возможность, а также нашего пострадавшего нужно укрыть. У каждого бойца в аптечке должно находиться термоодеяло. Так, вот у бойца, значит, термоодеяло, чтобы он у нас не остыл. Чик-чик-чик-чик-чик. Специального цвета. Да. Их еще космические одеяла называются. Так только не называют. Интересно, это такая фольгированная штука поверхность. Это позволит не сохранить его тепло. Таким образом, спасатели вроде что-то подобное используют. он у нас не остывал. Слежит у нас пенка, сразу под него так, оп, оп, и так далее. Все, пострадавший укрыт, не остывает. Хорошо, если бы на нем были бы какие-нибудь липучки, чтобы можно было хоть куда-то залепить его. Алгоритм Марч мы закончили, который был предназначен для спасения жизни. Теперь переходим к алгоритму ПАВС. Он предназначен для того, чтобы стабилизировать нашего пострадавшего для передачи в госпитальное звено. Буква П означает пейн, боль. Наша задача обезболить нашего пострадавшего. Я в подразделении, как медик, знаю, у кого есть какие аллергии, на какие препараты и так далее. И буду колоть. Но смотрите, колоть, как вы думаете? Могу ли я сюда колоть? Нет. Потому что это пострадавшего. Из нее кровь вытекает и не циркулирует. Соответственно, не попадает туда, куда нам надо. Я буду колоть в противоположную конечность обезболивающую. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что я не должен разбрасывать все, что у меня здесь лежит. Так как это все будет информация для противника, который поймет то, что у нас какие медпрепараты мы использовали, какого типа у нас раненый и так далее. Беру, значит, я конечность и колю. На этом П заканчивается. И тут сразу же перехожу к следующему важному пункту. А. Антибиотики. Антибиотики очень важны, потому что мы пострадавшего спасли, грязи ему туда натолкали, он умрет от того, что получил инфекцию. Потому что инфекцию нужно купировать сразу антибиотиками. Так вот, в кололе нужны необходимые антибиотики, сразу целый набор, и мы уже лишаем его возможности получить заражение крови, ткани, сепсис и так далее. Это очень большой шанс спасти ему жизнь в дальнейшем. Пункт В. Ну, в смысле в кололе нужны антибиотики? Там скорее какой-то стандартизированный набор будет сразу идти, потому что ты же не будешь сидеть и разбираться, какие у тебя будут конкретно антибиотики, каким конкретно бактериям тут ты подцепил. Будет какой-то просто универсарный... Какого-то большого спектра? Будет какой-то тибетик широкого спектра действия, сразу какой-то более-менее современной группы, скорее всего, чтобы профилактировать большое количество этих инфекционных бактериальных заболеваний. Пауз, алгоритм и пауз. Это вторичные ранения, вторичный осмотр. Нужно просканировать нашего пострадавшего, везде все прощупать, протрогать переломы костей, где-то так, например, веду-веду-веду-веду, такой... Оба кровь, значит, там есть ранение. Так, на данном моменте у меня здесь ивентрация, то есть выпадение внутренних органов. Это кишки, с ними нужно быть очень аккуратным, потому что они... Только не заталкиваются в структуре. Запихивать их туда нельзя, потому что их так могу повредить, порвать, а если она порвется, начнется сепсис внутри. Что я должен сделать? Мне нужно хотя бы хоть как-то смочить. Вот у меня есть физраствор, сейчас я его задействую. Я их смочил, значит, и потом накладываю повязку специальную, вот такую, по типу бандажа. Прямо мягкой стороной на рану так. Оп! Все, дальше там в госпитале с ним уже разберутся. Моя задача теперь его перебинтовать. Правда, это будет нелегко, но придется теперь как-то. Бойца ведь надо спасти. Вот. Тут еще специальный бинт с защитой от раскатывания. Видите, он мне не раскатывается. Оп! Все, пошел дальше. Вот тут есть специальное залунение, дополнительный давящий элемент. Я вот так оп! Все, создал дополнительное давление на рану. Поддерживаю контакт пострадавшим со своим. Слушай, я так смотрю, думаю, господи, такие всякие технологичные, крутые штуки, всякие бинты с примочками. Если они в реальности, да. Нет, я просто говорю про то, что лучше бы тут показывали, как делать что из подручных средств, из говна и палок, типа из кофты, что-нибудь еще. мне кажется, у каждого такого не будет. Ну, да. Да. Он у меня в сознании, слава богу. Там уже знаешь, чтобы хоть что-то было у тебя. Все заматываю снизу, сверху, чтобы все получилось у меня как надо, потому что пострадавши-то, чтобы кишки не выпадали ни в коем случае у нас. Оп! Далее, затем фиксирую нашу повязочку, так, аккуратненько, с органами. Просто беру вот эту палочку целиком, запихиваю под какой-нибудь тур, вот так, с этой стороны зафиксировал и с этой. Все, давящая повязка при вентрации органов наложена. Также может быть с печенью, если она выпала, легкие и так далее. Вот, такая вот давящая повязка. Продолжаем осмотр пострадавшего. Опять, наблюдаю кровь. Бля, такое везде. Не рискую вот так вот резко забирать. Это еще фейковое. На паузу нажал в куртку, поэтому я начинаю разрезать. Так, где-то там рана у меня есть. Так, аккуратненько. Так, ага, видно, что там повреждения явно однозначно. Так, шов тоже разрезаем. Ага, все видно. Травма. Дальше мы можем поступить следующим образом. Либо полностью расснять одежду с этого участка и намотать. Либо прямо вместе с одеждой. Но с одеждой хуже, потому что туда попадет грязь. Поэтому я беру полностью вот так разрезаю. Так, увидел края раны. Все, дальше начинаю действовать с перевязочным пакетом. Накладываю, значит, следующим образом. Здесь есть специальное отверстие. Я начну руку. Должно быть в наборе повязок пантовых. Я могу сделать руку прямо оба-оба. Должно быть. Все, это будет начало моей повязки. Она мне так меньше спадет. Чик. Прямо вдоль раны зафиксирую. Сначала ее зафиксирую. Оп, давление оказал. Если рука у нас немножко потемнела, значит, вены пережаты. Кровотечение остановлено. Если кровотечение не остановлено, то мне придется накладывать сверху повязку еще одну и еще ту же. Так, все. Теперь палочку фиксируем специальную. Оп, оп, все. Это я остановил. Дальше. Продолжаю осмотр. Обнаружаю у него ожог кисти. Для этого у нас есть специальные противоожоговые салфеточки. Вроде жива не было. Они вот я уже открыл. Уже появились. Ну ладно. Они вот такие жиденькие и холодненькие посопли. Потому что они специальные вещества в себе содержат, чтобы пострадавшим было не так больно. Все, наложил на ожог. Нам теперь нужно, чтобы салфетка не отпала. Использую когезивный бинт. Так. Рукав сейчас нам будет высунуть. Этот бинт он клеится сам на себя прекрасно просто. Очень удобный. Так. Так. Получается с ожогами справились. Так. Отрезаю его. Чик. Сейчас его останется зафиксировать. Так как у нас все мокрое стало. Просто засовываю его так же под хвостик. Оп. Все. Бинт зафиксирован. Ожог купировал. Порез руки венозный, между прочим, остановил. Если бы было ранение капиллярное, достаточно было бы обычного бинтика, когезинного кровотечения бы остановилось. Это не такое жизнеугрожающее состояние. Последний этап перед эвакуацией от спринтинга. Значит, шины. Мы накладываем шины на поврежденные конечности. Вот тут даже сразу инструкция есть. Но вкратце скажу, то, что наша задача зафиксировать два ближайших сустава. С бедром это очень тяжело сделать, сложно. Но можно постараться. Разложили шину. Чик. Загибаем, придаем ей жесткости необходимой. Чик-чик-чик-чик-чик. Видите, уже все, шина почти готова. Просовываем под пострадавшую ногу, чтобы она сошевелилась. Потому что представьте, там ранение, значит, ранение. А я это ранение еще буду шевелить и там кость, она ведь неровненько ломается, а вот так и это все будет упираться в мягкие ткани и будет у нас пострадавший еще сильнее травмироваться. Чего нам нельзя допускать. Далее, шину к телу нужно приебинтовать. Напоминаю, мы ничего не разбрасываем, чтобы не оставлять противнику информацию. Что делаем? По правилу, дисмурги, то есть науке о повязках. Начинается с узкого на толстый. Слева направо валиком по пострадавшему. Опа. Так как нога уже на шине, уже легче будет. Оп. И вот таким образом продолжаю. Значит, я разрежу гладить. Надо большину снимать. Сейчас мы прошли с полгода, марш, паш, остановили кровотечение, обеспечили проходимость дыхательных путей и самого дыхания, восполнили кровопотерю, вкололи обезболивающие, антибиотики, наложили шины, повязки, проверили все раны, наш пострадавший стабилизирован. Алгоритмы это оказание первой помощи бывают разные. Мы использовали марш, павс, бывает алгоритм красного креста ABCDE. Есть российская универсальная схема оказания первой помощи, но принцип одинаковый. То, что массивное кровотечение, дыхание. Это две самые важные вещи, о которых мы должны думать. Важное уточнение. Возможно, некоторые медицинские приблуды, продемонстрированные в нашем ролике, покажутся вам чем-то слишком шикарным, дорогим или недосягаемым. Мы не настаиваем на использование именно таких медицинских средств. Для оказания первой помощи вы можете использовать любые подручные, но самое главное чистые ткани и материалы. Вы вообще можете все делать только по советским методичкам. Только не надо булавкой прикалывать язык губе и заливать в вены соленую воду. Это уже слишком устаревшие и даже варварские методы. Наша задача заключалась в том, чтобы показать вам язык в губе. Я помню, у нас такая жесть. У нас были книжки тоже ты достаёшь, а книга 70-го года где-то, наверное, издание. Там картинка с булавкой. Вы такие, типа, чего? Ну, то есть, там прям реально вот такие старые учебники. Прикинь, какая дичь. Ты открываешь и думаешь, поэтому нас учите. так учатся. До сих пор так учатся. Учатся. Не так давно, сколько я заканчивала универ лет назад, в 2017-м год закончила. И так учились? Ну, у нас были учебники с 70-го года. То есть, была с булавками, да? Да, там, типа, ну, принцип оказания первой помощи в полевых условиях. А как уже вы будете это делать, зависит от вашего оснащения и навыков. Ну и третий этап это зелёная зона или же зона эвакуации. Условно представляет собой область, в которой уже непосредственно прекращён огневой контакт с противником и есть возможность для проведения эвакуации раненых в медицинские учреждения. После того, как мы стабилизировали нашего пострадавшего, мы приступаем к третьему пункту тактической медицины. Это эвакуация. Так как это у нас не скорая на гражданке, а военная ситуация, мы, соответственно, вызываем технику или приносим в нужное место нашего пострадавшего. Для этого мы используем носилки специальные, которые раскладываются. И плюс к этому нужно понимать, то, что тактическая ситуация может меняться, и нам нашего пострадавшего стабилизированного придётся отбивать, потому что мы своих не бросаем. Либо уходим все, либо не уходит никто. Ну а наш раненый боец тем временем успешно проходит этап эвакуации. Надеемся, что всё у него будет хорошо, ведь согласно правилу золотого часа, если в течение часа пострадавший окажется на хирургическом столе, то, скорее всего, он выживет, чтобы и дальше гонять проклятых юсеков по нашей славной земле. Выражаю огромную благодарность творческому коллективу Рустама Ковальс. Что такое юсеки? Какие-то боевые геи, как я поняла изначально, да? Ну, типа, будем у нас какой-то качественный материал. Поэтому будет разумно поддержать которая напала на землю и надеет Боевые геи, да. Также вы найдете ссылку на магазин тактической медицины, который частично предоставлен на республике съемок. Персональную благодарность выражаю всем спонсорам канала и топ-донатерам последних. Проспонсировал кто? Во времена отсутствия монетизации вы мне самая настоящая. Помогаете? В данном, пусть и достаточно большом ролике, мы не успели вам рассказать о множестве нюансов. К примеру, мы не затронули полевую хирургию, переломы тазовой кости, травматическую ампутацию конечностей и многое другое. Слушай, ну этим будут заниматься скорее всего военные медики уже, либо парамедики, а если там, знаешь, пришлось помогать просто какому-то челику, ну как, без медицинского образования, ему хотя бы хоть часть вот этой первой помощи осуществить. Даже такого не сделаешь. Пока вместе с видео я опубликую несколько занятных методических пособий, для того, чтобы вы могли самостоятельно ознакомиться с данными темами. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, и увидимся 19 марта в Питере. До встречи!